Приветствую всех на YouTube-канале 24-го. Меня зовут Дарья Кудимова. Вечер добрый. Сегодня мы встречаемся, говорим, на важные темы. У нас всегда их много, потому что Российско-Украинская война никуда не делась. До 251-й день сегодня большой войны, но не 8 месяцев, а 8 лет и 8 месяцев, как правильно сказал генерал Залужный, мы уже находимся в таком состоянии войны с Россией. Сегодня есть хорошие новости из Штатов, есть новости, которые немного настораживают обо всем этом. И не только будем. Будем говорить дальше с Рамисом Юнусом, политологом и экспертом по международной политике. Господин Юнус с нами на прямой связи. Господин Юнус, я вас приветствую. Вечер добрый. Как меня слышите? Приветствую вас. Дякую за запрошение. Я с вами первый раз в эфире, поэтому желаю вам тоже успеха. Берегите себя и славы Украине. Чую и бачу вас очень даже гарно. Дякую и вам, героям слава. И дякую, что зашли час и долучилось. Одно мы будем на русском языке, естественно, и вам не слышно. И аудитория у нас из разных стран, и бывшего Советского Союза, и Польша, и Литва. Она смотрит, очень многие люди смотрят, которые живут в Европе, которые живут в Соединенных Штатах. Друзья, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и прокомментировать публикацию. Возможно, ее распространить для того, чтобы как можно большее количество людей услышало правильные месседжи, которые всегда звучат на YouTube-канале 24-м. Господин Юнус, ну давайте начнем с хороших новостей. Я бы сегодня хотела вспомнить о том, что мы наконец-то нашли официальное подтверждение того, которое появилось на сайте Минобороны Соединенных Штатов, о том, что Украина таки получит насамсы в количестве 8 штук, и 2 системы будут в ближайшее время, а 6 в ближайшем будущем. Вы знаете, мы просто так давно говорим о насамсах, которые нам нужны, чтобы закрывать наше небо, что вот это ближайшее будущее, оно, казалось, нам должно было быть еще вчера. Почему мы говорим о том, что опять-таки насамсы будут, но будут не все сразу? Имеют место какие-то бюрократические процедуры? Или имеют место еще политические дискуссии о том, что и в каком количестве нужно Украине? Знаете, я уже за эти 8 месяцев сделал свои определенные выводы касательно всех этих баталий на ту или иную тему в информационной плоскости. И поэтому я больше доверяю тому, что говорит ваш президент Зеленский, Залужный, Резников, Буданов, в первую очередь. Люди, которые непосредственно информированы. И стараюсь их читать между строк. Плюс, конечно, стараюсь базировать свою информацию на том, что говорит Пентагон, разведка, британская разведка. Вот все эти люди, которые на самом деле обладают информацией, и я вижу, что они не всю информацию дают в публичную плоскость. И это понятно по той простой причине, не только друзья это читают, но и читают также враги. И поэтому далеко не случайно, заметьте, уже несколько раз с самого начала этой войны, особенно тогда, когда вы пошли уже в наступление на Харьковском направлении, очень сильно просил именно ваше руководство придерживаться режима тишины. Режима тишины по всем вопросам надо придерживаться, включая и эту тематику. Поэтому я и по этой тематике также стараюсь придерживаться режима тишины. И я базируюсь на том, что, например, говорят, у вас на 300 километров ничего не было. А что разбомбило тогда аэродром в Крыму? Какое оружие? Специалисты говорят, что это разбомбили то, что стреляет на 300 километров. А вам по сегодняшний день вроде бы их не давали. Понимаете? И много чего другого, что ваши, например, не просто так же ваши спецслужбы и ваше правительство не признаются обо всем, и про этот аэродром не признаются. И вот про этот халагман, то, что сегодня вчера шандарахнули в Севастополе, и до этого все другие моменты. Курят не в удачном месте. Все время так. А для чего это делается? Вы не задумывались никогда на эту тему? А и почему вот сегодня, например, говорят, режим тишины, вот, например, на херсонском направлении. Точно так же. Поэтому я бы советовал, вы вот по-дружески, если вы мне доверяете в плане того, что я друг Украины за эти 8 месяцев, наверное, я не дал повода в этом сомневаться. Поэтому давайте мы тоже будем очень осторожно на эту тему говорить. Будем радоваться, будем радоваться. А то, что вызывает у нас беспокойство, пускай в первую очередь это беспокойство озвучивает ваш президент Зеленский, залужник, которому вы все доверяете, Резников и Буданов. Вот те люди, которые сегодня обличены этим. Вот они, если будут озвучивать какую-то озабоченность, вот тогда и мы будем вокруг этого усилить, усиливать, подчеркиваю, нашу поддержку и именно давление. Я, как гражданин США, всегда буду поддерживать не президента Байдена, а буду поддерживать президента Зеленского. Потому что он сегодня находится в окопе, он воюет. А не президент Байден, потому что я гражданин этой страны. Понимаете? Я хочу, чтобы вы это понимали. Поэтому я его нещадно критиковал в самом начале войны. Сегодня немножко уровень критики уменьшил. Потому что 8 месяцев назад поддержка была на 0%, здесь в Америке. Сегодня она на процентов 70. Как будто бы двинулись в том нужном направлении. Мы продолжаем давить. Но уже мы должны это делать именно так, как это соответствует. Чтобы не порвать, чтобы не поломать, чтобы не навредить. Из принципа не навредить. Поэтому и в этом моменте точно так же. Я же могу... Зачем говорить? А может, вы до этого уже их давно получали? Может быть, у вас там и не 2 штуки, и не 8 штуков. И так же с этими хаймерсами. И со всем остальным. Для меня важный критерий успехи вашей на поле боя. То есть вот до этого вы оборонялись, а теперь вы пошли вперед. И вы имеете эти конкретные успехи. И конкретные ставятся цели и задачи. Если эти цели и задачи реализовываются, реализовываются, значит это хорошо. Если у вас есть какие-то проблемы, вот возникают, например, с дронами. Вот они возникли, эти проблемы. Я помню, я выходил в эфир, когда меня первый раз спросили на эту тему. Я тогда сказал, я говорю, в ближайшие 2-3 недели эта проблема будет купирована. Как видите, эта проблема купируется. Но уже, я тогда сказал, будет более сложная проблема, связанная с баллистическими ракетами. И именно эти проблемы сегодня уже переходят как будто в предметную плоскость. Как будто бы вот-вот это может появиться уже на территории Украины. Ну, я так понимаю, и те люди, которые обличены тем, чтобы этим заниматься, и наверняка, и на Запад, раз Америка это озвучивает, бросает это в информационное поле, значит они же должны что-то делать. Это же не Ромиссионус должен делать вместе с вами. Значит те люди, которые выбрасывают это, они знают для чего этого выбрасывают. И так далее, и тому подобное. Поэтому это положительная новость, наряду с другими положительными новостями. И давайте будем просто ей радоваться. А когда кто-то начинает спекулировать на эти темы, по всем направлениям, я их вижу в огромном количестве, которые вот здесь в Америке предвыборная баталия идет. И те врут, и эти врут. Вот заранее вам говорю, я не демократ и не республиканец. Предвыборные кампании. 8 ноября это кончится, пелена сойдет. Процентов 50, все что говорили, это была чистая ложь. А вот процентов 50, тогда будем смотреть, как это отразится на продолжении той же помощи Украине. Вот когда будет что-то не так идти, будем наезжать по полной программе. А когда будет что-то правильное идти, продолжаться в том же направлении, будем поддерживать. Во всяком случае, вы увидели, как этим 30 демократам дали по мозгам, которые моментально отозвали свои подписи. А до этого точно так же шандарахнули по этим республиканцам, которые в 57 нижней палате и 10 верхней палате проголосовали. Тоже против такой же поддержки. То есть, видите, и там и демократы, а тут республиканцы. Поэтому это предвыборная кампания. Не надо спекулировать на эту тему. Не драматизируйте эту ситуацию. Я говорил, могу еще раз повторить в эфире вашего канала. Но Америка в этом вопросе с вами уже идет до конца. Потому что точка невозврата, понимание конечной цели этой войны уже пройдена. В первую очередь, со стороны Великобритании и Соединенных Штатов Америки. А все остальные в Европе, которые собрались в Ронштайн, которые играют по-прежнему, продолжают многие из них играть. Всякие такие игры. Они просто подтянутся. Посмотрите, как меняется на глазах Германия. Посмотрите, как через что прошел сегодня тот же Штайнмайер. Которого вы не пускали 8 месяцев тому назад. А сегодня прошел. И посмотрите, какое покаянное обращение сделал к своей нации. Потому что они все виноваты в том. И здесь в Америке виноваты. Это же не только Европа виновата. Соединенные Штаты, в первую очередь, виноваты в том, что это произошло. Потому что они лидеры этого цивилизованного мира. И они не занимались этой проблемой 30 лет после развала Советского Союза. 20 лет Путином не занимались. Перепоручили это европейцам. И в результате мы получили то, что получили в 2008 году в Грузии. В 2014 году у вас здесь. И теперь вот это 2022 год. Поэтому они сейчас должны заниматься. И поэтому вот через такое покаяние политическое весь Запад должен проходить. Кому-то дала такая возможность, типа Байдуну. Потому что он тоже виноват, когда он был лицепрезидентом вместе с Бараком Обамой. Со своей дурацкой перезагрузкой. Это тоже было. Все мы это видели. Поэтому вот все они сегодня как будто бы двигаются в нужном направлении. Не думайте, что они все в одночасье стали такими добрыми и пушистыми. Белыми и пушистыми. Они нос держат по ветру. Общественное мнение в Америке. На вашей стороне 75-80%. Все 8 месяцев. Все 8 месяцев ни разу общественное мнение не падало вниз. Это очень хорошо. Это очень показательно. И более того, как только вы стали уже одерживать... С одной стороны, это подогревалось теми трагедиями. Ирпень, Буча, Гастомель, Мариуполь. Вот через то... Вы проходили, мир видел, содрогался. И с другой стороны, вы выстояли, вы стоите. И вы сегодня даже идете вперед. Вы показываете пример. Я всегда это говорил здесь. Вот в Америке памятник стоит в Вашингтоне. Freedom is not free. Они забыли уже, что это там написано. Потому что они думают, они в свое время все сделали. И теперь все. Все другие должны это делать. А сегодня Украина четко показывает на себе. И именно делает это не только для себя. И для всего этого цивилизованного мира. Потому что вы их подставили. Так будьте любезны сегодня. Исправляйте свои ошибки. Покайтесь в публичной плоскости. А в предметной плоскости, естественно, сделайте так, чтобы Украина в конечном итоге одержала ту победу, которая нужна и Украине, и всему цивилизованному миру. Поэтому я считаю, эти положительные новости, это не последняя положительная новость, связанная с поставками. Просто смотрите на это немножко спокойнее, не драматизируйте. Слушайте своих руководителей. В первую очередь. Доверяйте. Коней на первоправе не меняют. Это очень важно понять. Господин Юнус, вот вообще не драматизируем. Может быть, могло показаться, что я здесь немножко драматизирую. Мы, конечно же, очень благодарны за любую помощь, которая нам приходит из Запада. Но, наверное, здесь главная наша драматизация, если так можно высказаться, она в том, что продолжают россияне убивать наших людей, продолжают лететь дроны и ракеты на мирные города, полностью инфраструктуру уничтожают. И у нас сотни тысячи погибают чуть ли не каждый день. Именно в этом главная драматизация. И, конечно, поэтому мы пытаемся торпедировать эти события, при том, при всем, что мы, конечно, видим и смену риторикой Штанмайера. И мы успокоились по поводу Италии, когда у нас были опасения. И мы точно понимаем, что и Великобритания, и Соединенные Штаты с первого дня четко артикулируют поддержку. Ну и на деле уже подключились. Вы вспомнили про 70% от нуля до 70%, как возросла поддержка Украины в Штатах. И немножечко вспомнили о том, что это и общественное мнение, и успехи Украины, и, наверное, тот цинизм и жестокость, которые Россия показала здесь, на территории Украины. Если мы говорим сейчас о готовности Запада, опять-таки, идти до конца вместе с Украиной, то, о чем вы говорите. У нас есть очень разная информация от наших руководителей, которым мы доверяем. Буданов говорит о том, что мы Херсон освобождаем до конца ноября. Чтобы до конца зимы, до конца этого года у нас должен наступить переломный момент. И, собственно говоря, очень многие связывают его с Херсоном. Есть ли готовность, есть ли политический консенсус на Западе, по вашему мнению, к тем необходимым поставкам, которые нам нужны не только для обороны и наступления в Харьковской области, но и для того масштабного наступления в южном направлении, которое позволит освободить Херсон? Ну, за эти восемь месяцев я ни разу не видел, чтобы генерал Буданов, министр обороны Резников или же Залужный, я уже не говорю о политическом вашем лидере, президенте Зеленском, что-нибудь наврали бы, объявляя что-то в публичной плоскости. Включая критику Запада или же недвусмысленную благодарность тем или иным странам, и в первую очередь Соединенным Штатам. Коль Буданов сегодня говорит, что это планируется сделать в ноябре, у меня нет основания ему не доверять. По простой причине я вам скажу, что люди уровня Буданова, Резникова, Залужного, они на прямом контакте 24 часа в сутки, 24 часа в сутки со своими коллегами здесь в США. Так же, как и президент Зеленский с президентом Байденом. На планете сегодня президент Байден больше всего общается с президентом Зеленским. На планете. Я хочу, чтобы это четко понимали. Так же, как Резникова с Остином, Залужные, Смайли и так далее и тому подобное. То есть коллеги по всем направлениям. Исходя из этого, и вот все, что касается разведки, все, что касается информационной войны. Война идет не только на поле боя. Война идет информационная, война идет дезинформация, точно так же поставляется. Поэтому на Харьковском направлении вы имели такой хороший успех, потому что они вас ждали на Херсонском направлении. А это получилось. Несмотря на то, что очень многие вредили этому со своими умозаключениями. Потому что политологов, экспертов развелось огромное количество. 90% людей, которые выходят в эфир, понятия не имеют о том, что такое вообще политология. На чем базируется эта наука. И посмотрите на биографии этих всех людей. Всегда. Включаю мою биографию. Включаю мою биографию. И таких, как я. На английском языке говорят, на русском языке говорят, на итальянском. Разницы нет. Всегда надо смотреть. Кем человек, где работал, какая у него биография, какое у него образование, какой у него экспириенс, как здесь в Америке. Или на диване сидят на интернете, а потом они специалистами начинают. Или же они рвут рубашку, или за демократическую партию, или за республиканскую партию. Потому что там выборы. Или там в Европе точно так же происходит. И эти же все люди, мы же их видели, многих, вот точно так же в информационном пространстве. Вот 20 лет, да, я с Германией смотрел. Во временах Шрёдеры также уступали. Меркель говорили с положительными этими самыми эпитетами. Всё это мы видели с вами. Точно так же и здесь мы это видели, да. Я повторил в предыдущем вопросе. Могу снова сказать. Виноваты эти все. И вот эти люди точно так же, которые выходили и выдавали желаемое за действительное. Я не буду выдавать желаемое за действительное. Я простой, скромный эксперт, как врач. Я должен диагноз поставить. Если я не уверен, я скажу, я не уверен. Если я поставлю диагноз, значит, я должен объяснить, почему это у человека онкология. Потому что вот такие симптомы, такие симптомы, такие-то. Онкология развивается вот так, медикаментозно, терапевтически, хирургически. Вот это всё я регулярно это делаю. Я объяснил причины этой войны. Я объяснил ошибки Запада. Всё началось с 91-го года. Потому что тогда эту проблему загнали вовнутрь. Вот метастазы советского мракобесия. Нерешённые проблемы десоветизации, декоммунизации. Вот всплыло сегодня на апогее. Вот здесь. И теперь сегодня надо решить. И уже здесь, и сейчас. И надо решить уже её хирургически. Потому что, ежели её сегодня не решить, завтра появится. Но в какой-нибудь Путин лет через 15-20. Однозначно. Может даже быть по фамилии Навальный. Никто же не думал, что Ельцин начнёт за здравие, кончит за упокой. Точно так же начинал свою биографию. Как тот же Навальный. Бутерброд, Крым. Мы же это всё помним? Конечно. Конечно, мы помним. Вы же не знаете, что было сказано про Приднестровье. Что было сказано про Абхазию, Осетию, Грузию. Что было сказано про Нагорный Карабах. Вы своё знаете. Это ваше больное. А все другие. Поэтому российскую оппозицию нигде на постсоветском пространстве, кроме Армении, нигде не любят. Понимаете? Это тоже. Но это другая тема. Это другая. Я к тому этому веду, чтобы когда мы это видим, и они выдают желаемое это действительно, а мне зачем этим заниматься? Вы спросили меня. Я доверяю генералу Буданову. Если генерал Буданов или высказанный им будет неправильно, или выйдет боком украинскому народу, я спокойно могу сослаться на него. А зачем я должен сегодня говорить то, что он более информирован, нежели я? Он более информирован, несмотря на то, что я имею определённую информацию с людьми, с которыми здесь живут, работают, разговариваем, меня спрашивают, спрашивают, я даю им какие-то советы, пишу аналитические какие-то записки. Ну, моё ему заключение. Но когда люди обличены информацией, и такой информацией, которая на самом деле помогает принимать правильное решение или прогнозировать, а Буданов как раз-таки не давал повода сомневаться. Плюс ваши успехи в спецоперациях на определённых направлениях говорят о том, что ваши спецслужбы тоже прекрасно работают. Потому что всё то, что мы сегодня видим на территории как раз-таки не только Украины, а на территории оккупированной Украины, мы видим, что это благодаря вашим спецслужбам. Если руководитель ваших спецслужб говорит об этом, давайте подождём, до ноября не так много осталось. Самое главное, давайте не будем искать чёрную кошку в тёмной комнате. Особенно, когда её, я так понимаю, пока ещё повода нет, чтобы думать, что она там есть. Ну да, вы вспомнили, кстати, про информационную операцию, информационную войну, которую Россия очень успешно вела десятилетиями, особенно активизировалась. Сейчас я не могу у вас не спросить про эту специальную информационную кампанию, которую они запустили, ИПСО, СИО, можно назвать по-разному. Касательно оружия, вот это, да, старая добрая тема контрабанды, что якобы западное оружие, которое поставляется Украине, оно где-то всплывает в Европе, значит, банда мигрантов в Северной Европе. Об этом активно пишут россияне. Ну, понятно, что всё это в преддверии вот этих выборов в Конгресс. Вообще, насколько сейчас сильно влияние вот этих ИПСО российских на Западе? Вот смотрите, здесь несколько направлений. Вот 8 месяцев. Шантаж. Чернобыльская атомная электростанция, Запорожская атомная электростанция, пленные Мариуполь, в клетке будем их судить, зерновая сделка, вот, потом Каховская гидроэлектростанция, вот, и теперь грязная бомба, то есть я такие знаковые, да, все эти, и вот сейчас зерновая сделка снова. Вот эти все моменты, когда стали использоваться? После того, когда не удался Блицкриг. До Блицкрика этого не было, потому что, а зачем этим пользоваться? То есть зачем блифовать, когда противник и так уходят в пас? Вот Америка напротив, Россия, здесь за столом сидит та же Украина, которая случайно, в их понимании, оказалась за столом. То есть у нее нет ни денег, ни возможностей, и она однозначно должна была уйти в пас, коль Америка уходила в пас, Запад уходил в пас. И вдруг нашла коса на камень. Более того, два раза Украина подняла ставки. Два раза, подчеркиваю. Первый раз это было тогда, когда президент Зеленский сказал, что если не остановить это судилище в Мариуполе, однозначно никаких переговоров. Видели? Закрыли эту тему. Закрыли эту тему моментально. Значит, переговоры кому нужны? Значит, россияне не меньше нужны, чем той же Украине. Да, если Россия будет говорить, что Украине нужны. Значит, россияне точно нужны были. И второй, когда? Когда он поднял вообще еще выше ставку, когда дал указ о том, что с нынешним лидером в Кремле никаких переговоров. Все. То есть обрубил. И тем самым вселил уверенность и этими ставками, и тем успехом на поле боя. То есть они Киев не сдали. Вот ты предлагал ему самолет, а он тебе сказал, мне такси не нужно, мне нужно оружие. И он доказал это. И нация объединилась. И оппозиция, и власть, и общество, и армия. Все вместе. И на самом деле это для вас стала экзистенциональная отечественная война. И Запад тихо-тихо стал меняться и соответственно и реагировать. Поэтому ответ на этот вопрос, он также на поверхности находится. И вот эти все элементы информационной войны, вот элементы шантажа, это элементы информационной войны. Я уже не говорю о том, что регулярно сверху стоит тема ядерного оружия. Регулярно. Но заметьте, как она опять же сошла на нет сегодня. Когда она сошла на нет? Сначала первый раз, когда в самом начале войны Джонсон сказал на эту тему. Джонсон просто сказал, что я не буду ждать и я приму свое решение. Моментально в Москве осеклись. Но когда уже Америка на уровне президента, сначала дали вперед кого? Генерала Петреуса, генерала Ходжерса. Эти генералы четырехзвездные, они просто так в эфир не выходят. Вы не думаете, что они отставники? Значит им перепоручено. То, что не скажет Байден, то, что не скажет Блинкин, или кто-нибудь Остин, или кто-нибудь из официальных, вот вы скажете. Точно так же, как Лаврову. Не Блинкин сказал, например, на Организации Объединенных Наций, когда его сюда специально дали ему визу. А кто-то в частной беседе что-то объяснили. Так же, как в свое время, в 62-м году, объясняли Микояну, что пошел и объяснил тому же Хрящеву. Здесь, в Вашингтоне, когда был Карибский кризис. Это делается так в большой политике. И заметьте, риторика моментально опустилась. Но война-то не кончилась. Вы войну не выиграли, но вы не проиграли. Россия войну не выиграла, но она тоже пока не проиграла. Но уже статус-копа менялся, белая фигура у вас. Белую фигуру у вас. Но для того, чтобы вести переговоры с позицией силы, вам нужны конкретные успехи. России. Почему они сегодня хотят переговоры? Потому что они хотят зафиксировать пока то, что у них есть. Потому что пока нет-нет, но территории у них определенно имеются. Сегодня для них это жизненно важно. И поэтому идут вот эти информационные взбросы. Поэтому продолжается вот этот шантаж. Шантаж по всем направлениям идет. В свое время, вспомните, использовали Генри Киссингера, Давос, вот эти все New York Times, Washington Post. Всякие взбросы. Для чего это так делают? Чтобы все понимали, что московский комсомолец никто читать не будет на Западе. Но когда это выходит New York Times, Washington Post, вы меня приглашаете в студию и просите, чтобы я это прокомментировал. А я говорю, не реагируйте на это. Вы можете точно такую же статью завтра же в этой же газете опубликовать. Я могу это опубликовать. Найму лоббистскую контору, заплачу ей хорошие деньги, если мне эти деньги кто-нибудь предоставит. И спокойно статья эта будет опубликована. В Америке это законам разрешено. Понимаете? То есть поэтому реагировать надо на тех людей, которые реально облачены властью. И когда они выходят, что-то озвучивают. Вот тогда это требует осмысления, опасения, беспокойства. А когда вот это идет информационная война, надо понимать, для чего она делась. И вы меня сейчас спрашиваете. Это информационная война. У Путина других вариантов нет. И он использует сейчас все возможности для того, чтобы как-то удержать ситуацию. Чтобы фронт дальше сильно не развивался. И мобилизация, и военные положения для этого. За границей используют все возможности своих лоббистских структур. Насколько они еще остались. Митинги там в Праге, митинги в Германии. Еще что-нибудь. Вот такие вбросы с грязной бомбой. Вот такой шантаж с зерновым контрактом. И многое другое. Для того, чтобы озвучивали вы вот такие вопросы. Чтобы у вас возникало бы беспокойство по поводу того или иного. А вот, как сказал Черчилль, если мы будем бросать камень в каждую лающую собаку слева и справа, мы не достигнем своей цели. Я очень надеюсь, что генерал Залужный в первую очередь руководствуется именно этим принципом. Господин Юнус, вы вспомнили про Бена Ходжеса, который просто так не говорит. И он уполномочен условно. Смотрите, Бен Ходжес в интервью «Голос Америки» сегодня назвал неготовность поставлять танки. И речь шла об абрамсах, американских и немецких леопардах, дословно отговорками. Он говорит, что очень преувеличены побоевания, опасения о том, что это может спровоцировать еще больший конфликт. По чьи тогда слова сегодня озвучивал в эфире Бен Ходжес, говоря о том, что это отговорки от Белого дома, что танки, которые нужны для наступления на Херсон в том числе, пока не готовы поставлять Белый дом. Я не знаю, но я могу только догадываться. Помимо того, что такие люди выходят, озвучивают, они иногда озвучивают правду, они иногда озвучивают неправду, то есть дезинформацию. А пускай в этом разбирается враг. Это не для вас это. Отлично. И не для меня. И не для общественности. Устраивает. Такие люди в таком уровне будут выходить и говорить все, как есть на самом деле, тогда для чего существуют вообще такие структуры, спецслужбы, информационные войны. Иногда бывает, знаете, такая информация и преподносится такими людьми, комар носа не подточит, и все начинают верить. И на этом фоне, на этом фоне создается паника, создается то. Вот заметьте, как вы Киев отстояли? А сколько было возможности сделать так, чтобы появилась бы паника? Да будь у вас огромное количество даже оружия, если была бы паника, вы не отстояли бы Киев. Вы отстояли Киев в первую очередь от того, что вы сумели консолидироваться. Потому что вас в этот момент никто не поддерживал. Если ваш президент сел бы на самолет, уехал бы, все, война давно закончилась бы. В тот момент, да? То, знаешь, его команда, он не один наверняка, да? Его команда вместе с ним наверняка оказались правильными людьми в правильном месте. И поэтому оставьте все темы, которые были до этого. Все. И все президенты вашей страны должны объединиться. Все политические лидеры должны объединиться. Сначала потушите дом у себя дома, а потом разберетесь, кто как вел себя во время пожара. То есть я к тому веду, чтобы мы понимали бы, и вы меня спрашиваете, чтобы я сейчас сказал. Я не знаю, у меня, может быть, есть свои соображения на эту тему, несколько даже соображений. Но мне ближе та тема, если он так сказал, значит, он так думал. Но я точно знаю, что он на стороне Украины, и он просто так слова не бросает. А если надо, он говорит это не только для меня, но и для ушей врагов. Пускай они сидят и голову они ломают. Зачем мы должны голову ломать об этом? Ну, видите, потому что задача журналиста в том числе и сомневаться. Мы в любом случае должны как бы быть... Уважаемый Дарья, знаете, я вам такую вещь скажу. Черчилль во время Второй мировой войны ненавидел демократию. Он тогда же и говорил свою вот эту крылатую фразу. Самая худшая форма управления государством – это демократия. Но, к сожалению, человечество лучше всего не придумало. Но во время войны демократии места не должно быть. Должна быть жесткая цензура. Вот я живой свидетель, два года назад Азербайджан, война, Азербайджан-Армения, Вторая Карабахская война. Жесткая цензура, 44 дня. В Армении 44 дня лепила Горбатого, как говорится, своему обществу. Через 44 дня подписан акт капитуляции. А они говорили, что вот-вот мы побеждаем, вот-вот мы побеждаем. Они обманывали свое общество. И поэтому они сейчас находятся в глубоком кризисе. А в Азербайджане однозначно была жесткая цензура. Вот того, что я вижу, например, на вашем украинском канале, этого в Азербайджане, конечно, нет. Вы спросите меня, я, конечно, сторонник свободного слова. Но в мирное время. Вот в мирное время я по полной программе наезжал на правительство Азербайджана. Один из жестких критиков за границей – это был я. Но с 27 сентября 2020 года, вот прошло ровно два года, да, уже третий год пошел. Я слова не сказал о внутриполитической жизни в Азербайджане. Потому что пока 5% территории пока под сабагом российских солдат. Тема пока не закончена. Вы видите, какая там эскалация идет. Иран что делает, вы видите, что там происходит. Не сегодня, завтра это тоже будет. Потому что все это идет через призму той же вашей войны. Поэтому я это понимаю. Как я могу раскачивать внутреннюю лодку у меня на моей исторической лодине? То есть я к чему говорю? Вот это, это вам нужно сегодня делать. А у вас пожар идет сегодня непосредственно. И когда кто-то из друзей, более того, облеченных регалиями. И я не сомневаюсь в том, что генерал Ходжерс на вашей стороне. Так же, как и генерал Петреус. Вообще военные, которые свои звезды зарабатывали на противостоянии Советским Союзом. Они лучше политиков, лучше многих политиков. Разбираются, откуда идут сегодня главные риски для Соединенных Штатов. И поэтому эти военные больше ваши друзья, чем политики. Поверьте мне. Ну, собственно говоря, его риторика тоже не противоречит тому, что вы говорите. Но небольшая ремарка по поводу цензуры. Мне кажется, все-таки в Украине она сейчас... Вряд ли возможна цензура в том виде, жесткая цензура, о которой вы говорите. И скорее у нас сейчас все построено на самоцензуре. Знаете, у нас фокус внимания... Я согласен. Вот меня спрашиваете, ваш друг, я вам говорю, это плохо. Это плохо, потому что у вас огромное количество коллаборантов. Они в информационном поле, они в структурах власти, в спецслужбах, в министерствах. В огромном количестве. Вы можете верхнюю часть айсберг почистить. Но вы что думаете, Россия базирует всю свою тоже шпионскую деятельность, разведывательную деятельность. На чем? Каким образом они бомбят те или иные города, инфраструктуру? Кто-то же это делает? Вы же сами видите, скольких вы сами ловите. Поэтому, если бы это было сделано в 2014 году, даже после подписания ваших минских соглашений, а вы этого же не делали, у вас Медведчук с его командой сидели в Думе, в Раде вашей, сидели все каналы, и по сегодняшний день массы их пропрошены в информационном поле. И вы говорите, это хорошо. Как бы я к вам хорошо не относился, я скажу. Это категорически неприемлемо во время войны. Ни в одной цивилизованной стране. Это в Америке невозможно. Это в Америке невозможно. Это в Великобритании невозможно. Это в цивилизованном мире невозможно. Если эта страна какую-то ведет войну, более того, вы ведете с кем войну? Вы ведете не с Галапагоскими островами, не с Северной Кореей. Вы ведете войну с главным противником коллективного Запада, с той страной, у которой ядерного оружия больше всех на планете, чем у Китая и Америки вместе взятых. Поэтому вы должны понимать, кто вам противостоит и какие у него возможности. И это не только ракеты, это информационная война. Поэтому если он изнутри сможет расшатать вашу страну, вам никакой генерал-залужный не поможет. Потому что чтобы ваш генерал-залужный впереди хорошо воевал, должны тылы у него быть гарантированы. А тылы – это как раз то, о чем я говорю. Я как раз говорила, когда о самоцензуре, я говорила как раз о тех медиа и тех журналистах, которые всегда были конкретно сторонниками сотрудничества со штатами нашего европейского. А то, о чем вы говорите, я с вами согласна просто на 200 процентов. Для меня тоже остается большой загадкой даже, да, почему до сих пор позволяют некоторым перекрашенным опозжествам сидеть в Раде, почему у нас до сих пор, и сейчас, возможно, крамольные вещи, но у нас до сих пор есть Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, при которой там просто все сидят под Гундяевым, да, и делают свое грязное дело. Поэтому здесь абсолютно с вами согласна, но это вот, наверное, та информация. Я очень хочется верить, что наши спецслужбы работают в этом направлении. Господин Юнус, я все-таки хотела вернуться немножко к штатам, вместе с тем, что вы заверяете, что поддержка в Конгрессе, независимо от результата выборов, не изменится. Мы тоже говорим о том, что у нас есть двупалатная петрымка, да, и о том, что, ну, курс, который Америка выбрала, он наверняка будет с вами до конца, до победы, естественно. Но вот это, сейчас вы снова можете вспомнить мне, что это информационные вбросы, но 50 миллиардов помощи Украине, которые хотят якобы в Конгрессе утвердить, до того, пока трамписты, так называемые, не попали в Конгресс. Там, знаете, что мне просто заинтересовала сама формулировка, которая говорит о том, что эти 50 миллиардов позволят Украине продержаться до конца зимы. Прокомментируйте, пожалуйста. Предвыборная риторика, это первая предвыборная риторика. Что касается, на самом деле, выборы, когда пройдут, не забывайте о том, что два года исполнительная власть в руках нынешнего президента. Да, в Конгрессе будут баталии. Они и сейчас баталии. Вот смотрите, они и сейчас тоже шли баталии. Вот 57 проголосовало же против в Нижней Палате, и 11 человек в Верхней Палате проголосовали. Все были так называемые трамписты. В республиканской партии трамписты сегодня не в большинстве. Не в большинстве, на самом деле. У них идет там тоже раскол именно в вопросе поддержки Украины. Да, определенные силы, которые... Мы их слышали, что они говорят. Ну вот заметили, они среди демократов, оказывается, были. 30 человек. Да это только 30, которых мы услышали. А огромное количество, которые также могут вести себя. Я хочу, чтобы вы понимали. Здесь в Америке, если кто-то думает, что все американские конгрессмены, сенаторы знали до 24 февраля, где находится Украина, глубоко ошибаетесь. Глубоко ошибаетесь. Я говорю про Украину, потому что я это знаю про свой родной Азербайджан. Они точно так же на карте не знали, где это находится. Пока конкретные люди, конкретные комитеты, сенаторы, конгрессмены, которые занимаются этими территориями, они это знают. Но если мы говорим в целом, да, в целом, американское общество точно так же не знало. Американское общество узнало благодаря средствам массовой информации. Средствам массовой информации – здесь, на самом деле, четвертая власть. И они это все как следует преподнесли. В информационном поле вы хорошо работали, в дипломатии вы очень хорошо работали. Хотя, вот позавчера вы пробуксовали, когда проголосовали против Израиля. Опять же, это упущение. У вас министр иностранных дел очень хороший, очень хороший Дмитрий Кулеба. Я всегда его защищал. Но это упущение его министерства. Пускай разберется, почему ваш постпред голосовал против Израиля, когда вы хотите наладить отношения. Да, и Израиль, может быть, что-то не то делал, и вы что-то не то делали все эти годы. Но Азербайджан с Израилем 30 лет налаживает отношения. Израиль помог Азербайджану во Второй Карабахской войне. Почему Израиль вам не помог? Значит, неправильно работали все 30 лет независимость Украины. Все виноваты в этом. Если сегодня уже стараются люди наладить эти отношения, как можно было бы такой жест сделать, если вы заинтересованы. Или ждать, что они должны сделать. У них тоже предвыборная кампания идет. Но такие вещи за кулисами решают. Не должно быть таких ошибок. Могли бы вообще не прийти на заседание, как многие сделали. Могли бы не прийти на заседание, вот и все. С тебя как с гуся вода. Зато никто не сказал, а тут в этот момент и вдруг вот такое. Поэтому я к тому говорю, что это тонкая работа. Здесь надо все внимательно взвешивать. И когда вы говорите по поводу того, что демократы говорят, вот именно сейчас. Это именно для того, чтобы те, которые сегодня за Украину рвут рубашки, или вот миллион украинцев, миллион русскоязычных, которые также поддерживают тоже Украину. И они должны... А, ну давайте пойду я сейчас за этого проголосую. Сенатора в этом штате и так далее. Это именно для этого. По-другому это не воспринимать. Потому что такого страха, как такового, это нет. Да, будет борьба. Однозначно будут спекуляции на тему Украины. И они что, сегодня нет? Они есть сегодня. Они сейчас усилились из-за выборов. Выборы отойдут. Все, которые выберут, они потом начнут уже торговаться. Хорошо, давай здесь договоримся по Украине. А вот здесь вот так мы сделаем. И так далее. Потому что сказать, что для них всех тема Украины номер один, это не будет неискренне, неправильно. Другие темы для них также есть. Потому что им хочется сидеть в Конгрессе. А в Конгресс как он попадает? Благодаря своему избирателю. А его избирателю, он даже на карте не знает, где находится Украина. Телевизор посмотрел, а сегодня буду поддерживать Украину. А завтра ему скажут про другую страну. Он забудет про Украину, пойдет туда. Поэтому мы должны понимать, и вот эти бросы, которые это делаются. Я просто знаю о том, что нынешняя администрация, она с вами как в связке. Вот идет, и не только администрация. Весь политический истеблишмент Америки. Потому что в том, что происходит у вас, виновата вся Америка. Вся, без исключения за последние 20 лет, если взять, я имею в виду режим Путина. Джордж Бурш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп и Джо Байден. Вот они все в этом виноваты. И два республиканца, два демократа. Если кто-то скажет, что я меньше виноват, тот больше, никому не верьте. На самом деле никому не верьте. Потому что если бы они вели себя так, Путин вообще к власти не пришел бы. А коль Путин пришел к власти, дали бы ему по рукам. Не было бы его вот таких заявлений в Мюнхене. Не было бы Грузии. Не было 2014 года. Не было Северного потока-1. Не было Северного потока-2. И не было бы вот этого триллионного бизнеса с тем же Евросоюзом. И всего того, что сегодня мы видим воочию. Да что нам противостоит? Кто это все создал? Коллективный Запад. А кто лидер этого коллективного Запада? Соединенные Штаты. Так, Соединенные Штаты вчера только очухались от этого. Почему они не понимали о тех рисках? А куда смотрит разведка? Что такое доктрина национальной безопасности? Значит, неправильно эта доктрина. Вот смотрите, Штайнмайер сегодня признался. Правильно? Это о чем говорит? 16 лет Ангеле Мерке это было государственным преступлением. Ошибка. Ошибка для немца, она недорого ему обошлась. Вот с ценами на газ. Да? А ошибка для немцев, для Грузии чем обошлась? Для Украины чем обошлась? А для Белоруссии два года назад миллионы людей вышли на улицу. Чем обошлась? Для крови обошлась. За это кто будет отвечать? Вот они вот именно, и в Америке точно так же. Вот эти 20 лет, они за это все виноваты. Поэтому не верьте, когда кто-то из них говорит, я не виноват, этот виноват. Всегда вспоминать, а что ты делал в твою бытность? Почему вообще Путина не остановили? Почему вы с ним деньги делали всю жизнь? Поэтому, знаете, вот то, что сейчас этот вброс... А почему, господин Геннус, у вас есть ответ на этот вопрос? Почему Путину разрешали 20 лет вот так вот постепенно продавливать, продавливать, нащупывать, где эти слабые точки? Вот позволяли, позволяли, позволяли и в Европе, и в Вашингтоне. Почему позволяли? Есть у вас ответ на этот вопрос? Он исходил из принципа того, что нельзя сделать за деньги, то можно сделать за большие деньги. И поэтому он конрумбировал весь этот коллективный запас. Это видно невооруженным взглядом. Одни имена чего стоят? Герхард Шрёдер, Ангеля Меркель, Сильвия Беррускони, Милош Земон, Ципрос, Орбан, Липен. Это я только тех называю, которые наверху сидели. Боловину из них я даже еще не назвал, и назвать не хочу. А сколько там в парламентах сидели, в средствах массовой информации сидели. Просто бизнес-структура. Посмотрите, с России уходят, уходят, и еще никак не уйдут. А вы не задавались вопросом. За 8 месяцев войны 200 миллиардов евро пришло в казну за газ. Война идет, за газ деньги продолжают идти туда. Как такое может быть? Ну вот как такое может быть, если вы говорите о том, что это борьба демократии с автократиями? Если это борьба демократии с автократиями, почему демократии продали Грузию, Саакашвили, близкого мне человека, автократии под именем Путин? Саакашвили сидит по сегодняшний день в тюрьме у пророссийского Иванишвили в Грузии. Вы в ус не дуете, в ус не дуете, чтобы спасти этого человека. А этот человек на постсоветском пространстве, больше у него никто не защищал западные ценности, интеграцию в Евросоюз и в НАТО. Украина этого не сделала, то что сделал он для Грузии. После этого вы продали точно так же этой автократии, вы, родители демократии, Украина, которую в Конституцию записала Евросоюз и НАТО. И после этого я должен, как гражданин США, рвать рубашку только за то, что я здесь живу, и вот эта борьба демократии с автократией, это ложь. Если была борьба демократии с автократией, Трамп поехал в Саудовскую Аравию, заключил контракт на 110 миллиардов в Саудовскую Аравию. А до этого этот кромпринц пилой дал указание зарезать корреспондента Вашингтон-Пост. Корреспондента Вашингтон-Пост. Раньше за такие вещи войной шли, а он за 110 миллиардов поменял. Пришел Байден, который до выборов нещадно критиковал того же Трампа. Именно за это. Что он сделал? Тоже пошел на Ближний Восток. Обнялся с ним, встретился. Зачем он пошел туда? Опять из-за этих энергоресурсов. А он же говорил, что я руки ему не подам. Поэтому это же не только я вижу. Это весь мир видит. Особенно те, которые на заклание пошли из-за этих ценностей. Поэтому не все золото, что блестит. Понимаете, что... Как вам сказать? Обычно придают те... Обычно удары получают в спину, вы получаете от тех, кого защищаете грудью. Это у вас сочная поговорка. Просто доверяй, но проверяй. Опять же, люблю эти вещи говорить. Просто 100% можно рассчитывать на кого... 99% можно рассчитывать на кого хочешь, но 100% только на самого себя. Поэтому вы уже знаете за эти 8 месяцев. Вы поумнели, вы увидели, кто и что, где и что. Просто вы должны сделать так, чтобы вот эти 70% поддержки здесь в США стали бы 71, 75, 80. То есть у Америки должен быть прагматический интерес у американского общества вас поддерживать. Вот 8 месяцев назад такого интереса не было. Вы сегодня его подняли на определенный вид. Продолжайте поддерживать. Потому что знаете, что в мире огромное количество людей, которые тоже хотят вас поддержать. Я это хочу делать, потому что я выходец из этой территории. И я знаю, что ваша победа – это победа моего родного Азербайджана. Вы сегодня на передовой именно из-за нас точно так же. Поэтому все общества на постсоветском пространстве, все народы, я вот правительство специально не говорю, все народы в первую очередь поддерживают вас. Потому что кто бы ни находился у власти, все знают, что все проблемы постсоветского пространства именно из Кремля. Просто многие боятся. Но многие уже осмелели в последнее время. Вы же видите, что говорят уже эти лидеры. Мы видели Самарканд, мы видели Астану, Имамали Рахмонова, Токаева и всех Астан. Мы это все видим, включая вчерашнюю встречу лидеров Армении и Азербайджана в Москве, в Сочи. То есть, поэтому вы должны это понимать. Какая идет игра, кто ваш друг, и что вы должны делать вот в этой ситуации. Да, политика искусства возможного. Не всегда можно говорить все, что вы хотите сегодня сказать. Но спортивные овцы и шерсть стекло, беретите тоже, наладивайте отношения, чтобы вам нужно сегодня победить в этой войне. И вы видите, кто больше всего вам помогает, а кто иногда тормозит. Или приходят вам такие красивые слова, говорят, а когда дело доходит до этого, вдруг неправильно поступает, что-то не то делал. Ну, вы тоже не идеальные в этом вопросе. Но, опять же, вам можно простить, потому что вы неопытные. Вот эта ошибка в ООН, я думаю, это от неопытности. Это однозначно от неопытности, потому что за эти 8 месяцев я увидел, как ваше Министерство иностранных дел оперативно и очень хорошо работало по многим направлениям. Включая ту же Африку. Включая ту же Африку, да, чтобы вот этот зерновой конфликт не был. Вот поехали, объяснили, Лавров поехал, и вы поехали туда. Всегда на ту территорию, куда едет ваш враг, надо ездить. Но просто вот эта тема с Израилем, пожалуйста, грамотно работайте и поменьше критикуйте эту тему и не вбрасывайте в информационное поле. Эту тему с Израилем, Украина, может спокойно разрулить, благодаря еще настоящим друзьям той же Украины, в тиши. Деньги, политика, вот такие вооружения, это все любит тишину. А не вот такое бла-бла-бла в информационном поле. Вы очень много тем затронули, про которые еще хотелось поговорить. Давайте про это зерновое соглашение. Вот сегодня вдруг появилась информация, что Украина, Турция, ООН на завтра приостанавливают ход всех судов. Сегодня суда пошли, хотя Россия заявила о том, что она якобы выходит из этого соглашения. Вопрос в том, будет ли Россия возвращаться, вроде как, в это соглашение, и какой вообще ваш прогноз этой ситуации. Ну, продовольственный шантаж не работает, но что дальше будет делать Россия вот с этой сделкой? Она будет пытаться продвинуть, может быть, план Франции, может быть, вообще денонсирует эту сделку. Чего ждать дальше, как думаете? Она постарается выжить по максимуму, так же, как она выжимала из всех других видов шантажа, из данной ситуации. Насколько ей это позволит? В первую очередь, насколько ей позволит это сделать та же Турция, потому что на кону авторитет той же Турции. И я не думаю, что в нынешней ситуации, в которой оказалась путинская Россия, он заинтересован как-то портить, ужесточать взаимоотношения с Турцией. Потому что у них очень много проблем, где фитиль просто и ждет спички. Это и Черное море, это и Ливия, это и Сирия, это и Южный Кавказ. И я не думаю, что у Путина сегодня так много вариантов для того, чтобы он мог бы вот так не считаться с мнением Турции и лично президента Эрдогана. Поэтому далеко не случайно. Вот они сегодня разговаривали по телефону. Разрулится эта ситуация, я думаю, точно так же. То есть уровень вот этого шантажа будет ничем не отличаться от тех других видов, о которых вот я перечислил с самого начала. Он же нигде не добился никакого результата. Но сам взброс, и когда он найдет новую какую-то тему, тогда эта тема уйдет опять назад, и тогда другая тема возникнет. Вы должны понимать, есть причины, есть следствия. Что двигает им этим? А имя это движет, именно неуспехи на поле боя. Поэтому больше внимания надо уделять именно этой тематике. Именно этой тематике, потому что эта тематика определяет повестку дня. Эта тематика и, в принципе, и рождает вот эти элементы шантажа, которые бьют в первую очередь по тому же Кремлю. Они не бьют, в принципе, по поддержке Украины во всему миру. Чем более он наезжает на Украину, вот смотрите, да, эти бомбежки, которые после Крымского моста по всей Украине, вот несколько раз это... Ну что это? Это лишний раз увеличивало поддержку в общественном сознании, поддержку политиков. Движения пришли многие. Штаммайер, вот видите, к вам пришел, покаялся. И многое другое. Поэтому все то, что будет делать Путин, это как в шахматах. Цунг-цванг, любой следующий его ход будет ухудшать его позицию. Но просто у него других вариантов нет. Для того, чтобы изменить ситуацию, он должен или победить на поле боя, а это невозможно, это уже невозможно, или же он должен найти какие-то рычаги влияния на вас или на Запад. Вот даже сейчас G20, да, на повестке дня. Уже, ежели до этого, уверенно говорили, поедет, а сегодня уже стоит на повестке дня. Он даже вчера сказал на пресс-конференции, еще вопрос не решен. А почему не решен? Потому что у него нет гарантии, что он получит картинку, такую картинку, которую он сможет преподнести своему обществу. Вот что Байден с ним встретился, за руку пожали друг другу. Байден с ним встречаться не будет, если ты не освободишь баскетболистку, вот эту двукратную олимпийскую чемпионку и Пола Уиллена. Он тебе открыто это сказал. Ты на это не идешь, значит, он с тобой встречаться не будет. А Зеленского примут по полной программе, даже если это будет через интернет, да, в любом случае. На G7 Зеленский заменил восьмым Путина, уже он там. На G20 Зеленского не было, он опять же будет там. То есть лишний раз он понимает, что Украина заменяет ту же Россию и в аппаратационном, и в дипломатическом плане точно так же. Ему это, конечно, не нравится. Ему хочется Украину отодвинуть и на равных сегодня разговаривать вот с этой семеркой. В первую очередь, конечно, с Соединенными Штатами. Соединенные Штаты ему не дают эту возможность и говорят, предмета переговоров нет. Поэтому вот это все как раз-таки звень этой цепи. Ему нужно что-то, за что он может уцепиться, продлить как-то время для того, чтобы еще раз собрать мобилизацию, еще раз собрать 200-300 тысяч, переждать эту зиму, посмотреть, как эта зима в общественном сознании задавит Западную Европу, то есть вот эта цена на газ, на энергораститель. То есть возмучатся весь мир и они скажут, что мы поддерживаем Украину и в Америке в том числе. Его цель именно в этом. Поэтому ему нужно выгодить время. За это время он надеется сделать еще раз мобилизацию. Вот сейчас у них уже начался осенний призыв, осенний призыв закончится. Вот я вам говорю, он снова объявит мобилизацию. Когда кто-то говорит, я же говорил, что он военное положение объявит после мобилизации. Объявил. Вот я сейчас в вашем эфире говорю, после осеннего призыва он снова объявит эту мобилизацию. Если не будет, у него успехов на фронтах. А у него будут успехи на фронтах или нет? Дорогой генерал Залужный, у него будут? Я не сомневаюсь, что не будут. Я тоже не сомневаюсь, что не будут. Господин Януз, у нас не очень много времени остается, но я все-таки хочу спросить у вас про переговоры Армении и Азербайджан, которые были вчера в Сочи. Почему в Сочи? Ну, потому что мы говорим, что Азербайджан уже давно и с Эрдоганом связь наладил. И как раз вот и все в обход России. Но почему вдруг вчера поехали в Сочи? Объясните. Дело в том, что сейчас за Армению сколеснулись Россия с одной стороны и Запад. Брюссель, США в первую очередь. Почему? Потому что Армения сегодня в незавидном положении. Вот смотрите, я сейчас с вами разговариваю, сегодня премьер-министр Армении находится с официальным дружеским визитом в Иране. Посмотрите, как его встречают, какие переговоры. Вчера он разговаривал с Путиным. То есть это два ваших стратегических врага. Он поехал в Иран за помощью. И в то же время он был до этого в Брюсселе. То есть с одной стороны Брюссель, Вашингтон, с другой стороны Россия, Иран. Это союзники, те, которые поддерживают Армению. Ну как поддерживают? Запад сказал, освобождайся от России и от Ирана, иди на мирный переговор с Азербайджаном. Потому что Азербайджан находится под зонтиком Турции. То, что Азербайджан общается с Россией, это не играет никакого. Потому что Россия, а как можно с ней не общаться? Других вариантов нет. Но Азербайджан уже не Армения. Азербайджан не очень-то и нуждается в том же Брюсселе, в том же Вашингтоне, если на то пошло. Если есть вторая армия НАТО, которая делает стратегические союзы, те же США. Поэтому американцы, естественно, и хотят, чтобы и Армения пошла бы на мир с той же Турцией и с тем же Азербайджаном. Но для этого надо выдавить Россию. Россия на это согласна? Нет. Ведь Россия дает вперед Иран. Иран проводит учения на границе с Азербайджаном. В Армении огромное количество пророссийских сил, вот коллаборанты, у них медведчков там как собак не резан. И в парламенте так же сидят. И в средствах массовой информации два президента там сидят, Кочарян и Серж Саркисян. В Армении их в огромном количестве. В Армении, говорю, в России их в огромном количестве. Я уже не говорю и про Францию, и про Калифорнию. То есть этот весь хай вот этот поднимается вот точно так же, как они 30 лет дурили. Но 54% на выборах же проголосовало за Пашиняна. И Пашинян не совсем контролирует сегодня силовые структуры. Да, он контролирует ситуацию до определенного времени, но силовые структуры, если бы он контролировал бы, не было бы вот таких эскалаций и таких провокаций на границе с Азербайджаном. И пока эта ситуация будет в таком состоянии, я боюсь, что мы будем свидетелями еще нескольких эскалаций. Потому что в течение этих ближайших двух месяцев должны были подписать этот мирный договор. Но вот как Путин сказал буквально вчера на пресс-конференции в Сочи, он что сказал? Есть два плана. Один вашингтонский, второй наш, российский. Вашингтонский план предусматривает полное признание территориальной целостности Азербайджана. То есть тема Карабаха закрыта раз и навсегда. То есть так, как требует международное право. Запад, который Азербайджан 30 лет не поддерживал в этом вопросе, сегодня заинтересован в этом. Почему? Россию закрыли, Южный Кавказ значимость увеличивается, коммуникации, транзит, все, газ, нефть, все. Значит, зачем дразнить гузей? Это же территория Азербайджана. Более того, Турция там. Плюс врагом у Азербайджана выглядит кто? Иран. И кто сегодня? Вот на этой неделе и на прошлой неделе на этой неделе вы встречались в Стамбуле, министра обороны Израиля, министра обороны Турции, министра обороны Азербайджана. Их принимал президент Эрдоган. А за неделю до этого все они в таком же составе встречались с Баку, с высшим политическим руководством. 5-6 звездных генералов и там, и там приезжали. Для чего они встречались? Обсуждали жизнь на Марсе? Не думаю. После этого президент Израиля приезжал сюда в Вашингтон. Кого будет поддерживать Вашингтон, если Иран нападет на Азербайджан? А я еще напомню о том, что ядерный Пакистан также стоит на стороне Азербайджана. То есть, вот в этой ситуации что делать Армении? Идти на мирное соглашение. Да надо выдавливать Россию. Россию не хочет. И Путин это открыто вчера в Сочи сказал. Азербайджан четко сказал. Тема эта закрыта. Значит, будет какое-то противостояние. Значит, кто-то будет провоцировать. Пока это поручено Ирану, а в самом, вот на этой территории, где российские так называемые миротворцы, уже начались митинги. Митинги на территории там. Более того, заметьте, на митингах флаги России. Нет ни одного флага Евросоюза. Нет ни одного флага Соединенных Штатов Америки. А заметьте, в Ереване, когда Нэнси Пилоси пришла, собрали там человек 100-200. Дали им флаги Евросоюза и флаги США. В Ереване, ну, 200 человек. А тут собрали там 10-15 тысяч и все с российскими флагами, с портретом и Путина. Как такое может быть? Кто организовал этот митинг? И у меня вопрос к тому же Пашиняну и всем сторонникам про западную ориентацию Армении. Так я не понял, кто на вашей стороне? Россия, Иран? А вы на запад идете? Так вы определитесь, нельзя быть беременными наполовину. Поэтому это я вам так кратко говорю о том, что это там сегодня как пороховая бочка остается, но ситуация уже совершенно другая. И у России нет этих возможностей, которые были два года назад. Даже два года назад она не вмешалась, потому что Турция не разрешила. Турция сказала, ты не вмешиваешься, я не вмешиваюсь. А сегодня, после того, что вы им хребет поломали на украинском фланте, я не думаю, что Россия сегодня заинтересована, чтобы дразнить гусей, даже на уровне Азербайджана. Я уже не говорю на уровне Турции, я это вам ответил. Поэтому давайте внимательно смотреть. Но опять же, вот именно отвечая на этот вопрос и делайте вывод, почему сегодня народ Азербайджана именно поддерживает вас. А народ в Армении, мастер своей, поддерживает сегодня Россию, потому что они смотрят на эту войну через призму вопроса Карабаха. Вот Молдова вас поддерживает, почему? Через призму Приднестровья. Да, конечно. Они понимают, что победите, они вернут Приднестровье. В Грузии точно так же. Правительство пророссийское, а грузийский народ мастер своей вас поддерживает, потому что победите вы, они вернут и Абхазию, и Южную Осетию. Это однозначно. Вы знаете, мы очень много говорили о том, что Украина запустила и активизировала столько геополитических процессов, на которые, наверное, не рассчитывал никто. И, собственно говоря, ну по-другому не может быть мы на своей земле и нам только побеждать. Господин Юнус, и я вас благодарю. Дякую вам дуже за то, что вы нашли часы, и я надеюсь, что у нас будет возможность пообщаться с вами еще на YouTube-канале 24-го, в том числе. Друзья, вы своими лайками и комментариями скажите нам, было ли вам интересно и стоит ли нам продолжать. Мы уверены, что стоит. Спасибо вам еще раз. Вместе будем побеждать. Все будет Украина. Дякую, друзья. Дарья, я сегодня работала для вас. Далее на YouTube-канале трансляция от Алексея Печия. Не перемыкайтеся.